МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в полдвенадцатого ночи нашли в парке. Нет такого дня, чтобы в приют не привезли новичка, рассказывает управляющая зверинцем Лариса. Вольеров для животных уже не хватает. У нас живет 2500 где-то собак, около 400 котов. А еще кролики и козы. Но теснота – не самая большая проблема приюта. Впервые за 16 лет существования зверинца здесь ломают голову, как прокормить такое количество животных. Финансирования нет, корма покупать не за что. Месячное меню приюта стоит 14 тысяч долларов. Волонтеры собрать такую сумму не в состоянии. Раньше у зверинца были постоянные меценаты, но из-за войны и кризиса, говорит собственница приюта, они просто отказались от благотворительности. Такого еще не было у нас. Действительно, чтобы мы буквально считали каждую крупинку. Раньше животным давали сухой корм, каши и мясо. Теперь это все деликатесы. Их заменили размоченным в бульоне комбикормом с кусочками хлеба. Комбикорм – это же для свиней, птиц, куры, гуси, мут. А у нас это едят сейчас собаки. И этой еды, утверждают, осталось максимум на пару дней. Помощь и приют попросил у киевской власти. Однако город и так раз в три месяца выделяют им около двух тысяч долларов. Зверинцу этого мало, но платить больше чиновники не готовы. Мы планировали профинансировать больше, но эту часть бюджетной программы на 2016 год сократили. Кризисное положение у нас. Что можем, мы и так выделяем. Как помочь самому голодающему приюту страны, советует глава Киевского общества защиты животных Ася Терпинская. Она тоже руководит приютом. Тут тысяча собак и кошек. И все сыты. Мы живем возле огромного мегаполиса. Сотни тысяч пищевых предприятий. У каждого есть какие-то отходы, какие-то продукты, которые им не нужны. Вчера, к примеру, ей позвонили с птицефабрики. Предложили три тонны куриных лапок. Бесплатно. Когда я согласилась, она так обрадовалась. Говорит, вы не поверите, я обзвонила все приюты. И все отказались. Сказали, переводите нам деньги на приватовскую карточку, а еды нам не надо. А мы взяли прекрасные лапки. И даже от крабовых палочек и селедки здесь не отказываются. Пицца, пельмени, вареники. То есть всем кормите собак? Это ничего страшного? Конечно. Это очень хорошо. Собаки получают разнообразные питания. Истории этих двух приютов разные. Пока в одном стараются прокормить животных любым способом, не брезгуя принимать отходы с производства, в другом, опуская руки, ждут появления новых спонсоров. Но и те, и другие сходятся в одном. Пока они думают, как накормить бездомных животных, на государственном уровне должен решаться вопрос о том, как уменьшить их количество. Например, в Швейцарии, например, в Голландии. Там никому в голову не придет выбросить животное. Или разводить животное, если ты не уверен, что для него найдется хозяин. В европейских странах, говорят зоозащитники, такого количества животных в приютах просто не бывает. Потому что, потеряв хозяина, они быстро находят нового. В Украине животных из приютов забирают пока крайне редко. Юлия Горичева, Евгений Педин. Киевская область. Программа «Настоящее время». Программа «Настоящее время».